2 марта в Рязанской области стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. В этом году в Рязани впервые проводится соревнование в компетенции инженерный дизайн CAD. Молодые ученики Кванториума за несколько дней должны создать на компьютерах объемную 3D-модель определенного механизма. В реальной жизни подобные умения помогают при разработке новых устройств и деталей. Перед производством любое изделие или необходимый узел можно проверить на работоспособность с помощью современных компьютерных программ. К примеру, типовое конкурсное задание, которое было, на котором мы тренировались, это был вентилятор промышленный. Все подетально было. Электродвигатель, крыльчатка, лопасти от крыльчатки, все маленькие детали шпонки, решетка для этого вентилятора, корпус. Все это моделировали и собирали, и все это вращалось и работало в заданных параметрах. Трудоемкая работа ребят будет анализироваться специальной коллегией экспертов. Критерии оценок позволяют выявить человека, который по всем параметрам сделал свою работу лучше других. Как говорят организаторы, победитель поедет в Москву на следующий этап, который состоится в апреле. Примечательно, что подобная компьютерная программа позволяет создать такие сложные устройства, как 3D-принтеры. Даниил Никитин, главный эксперт данной компетенции, в прошлом году смоделировал и построил самый большой 3D-принтер в регионе. Его рабочий объем составляет 1 кубический метр. 3D-принтер, который большой, создавался, можно сказать, вручную по большей части. Некоторые детали печатались на его предшественники, то есть маленький принтер помог строить большой принтер. Также многие детали покупались в металлопрокате, напиливались, сверлились, много ручного труда ушло, потрачено было. Также помогали, то есть я этот принтер сначала в программе нарисовал, тестировал и уже приступил к сборке. Что-то в процессе постройки дорабатывалось, изменялось, потому что одно дело, как я уже говорил, в программе это все сделать, другое уже в жизни. Подобный принтер может облегчить жизнь разным категориям граждан, начиная от предпринимателей и до людей с ограниченными возможностями здоровья, которым требуются различные протезы. Здесь можно разработать и построить совершенно индивидуальные вещи. Дальнейшее развитие я вижу это пока прощупывание рынка, создание сайта и дальнейшая модернизация этого аппарата и, возможно, постройка более совершенного. Программное обеспечение для такого оборудования пока находится в свободном доступе в интернете, однако Даниил вносит в него свои изменения. В ходе соревнований у ребят в компетенции инженерный дизайн кат есть возможность набраться у таких людей, как Никита, опыта для дальнейшего развития. Что касается других направлений, основная площадка WorldSkills развернулась на территории Палсинаута. Любой желающий может прийти туда на экскурсию или поболеть за своих близких людей. Соревнования в Рязани проходят в категориях парикмахерского искусства, сварочные технологии, малярные и декоративные работы, геодезия и в других направлениях. Мероприятие продолжится до 6 марта. Оно организовано для студентов колледжей, техникумов, вузов и школьников. Целью соревнований является внедрение мировых стандартов и передовых технологий в национальную систему подготовки кадров и популяризация рабочих профессий.